Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы с вами встречаемся, чтобы обсудить предстоящую Олимпиаду. На нашей встрече присутствуют заслуженные спортсмены. Для приветствия приглашается начальник отдела развития волонтерского движения Московского центра «Патриотспорт» Амелина Ирина Викторовна. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, все участники нашего сегодняшнего мероприятия. Очень здорово, что мы уделяем и вы уделяете такое большое внимание именно развитию спорта, именно спорту вашей жизни. Ведь что такое спорт? Спорт – это здоровье, спорт – это красота, спорт – это энергичность, эмоции. Спорт, конечно же, бывает разный. Бывает какой-то спорт для себя, бывает спорт для всей страны. Мы в преддверии зимних Олимпийских игр проводим такое замечательное мероприятие. Я уверена, что оно получится очень интересным, насыщенным. Всем будет очень полезно посмотреть. Сегодня очень интересные гости. Поэтому, что ж, болеем за наших. Я передаю слово дальше. Спасибо большое. Спасибо за теплые пожелания, Ирина Викторовна, и ваш настрой. Дальше хочется предоставить слово нашему почетному гостю, олимпийскому чемпиону, чемпиону мира и Европы по гандболу, заслуженному мастера спорта России Денису Ивановичу Кривошлыкову. Добрый день, уважаемые ребята, друзья, гости. Рад вас приветствовать, видеть на этом мероприятии. Хотел бы немножко рассказать о том, как я достиг определенных целей, как я стал олимпическим чемпионом мира и Европы. Помимо этого, у меня также есть и бронзовая медаль Олимпиады, и серебряная медаль Чемпионата мира и Европы. И становился чемпионом России неоднократно. Все эти титулы были достигнуты очень тяжелым трудом. Но, прежде всего, как я вам скажу и хотел бы сказать, что нужно, конечно же, ставить цели в любом, не только в спорте, но вообще в жизни. Если вы достигаете, это будет не так просто, но, прежде всего, дисциплина и, как сказать, концентрация своего тела, своего организма, всего то, что можно сделать для достижения цели, это нужно делать. Олимпийская медаль – это наивысшая медаль для спортсмена в любом виде спорта. Почему говорю, любая, не только золотая, но и серебряная, и бронзовая, очень дорогого стоит, поверьте. Потому что ясно, что все хотят стать олимпийскими чемпионами, но даже бронзовый призер. Когда я слышу бронзовый призер, я понимаю, что это очень тяжело, достигнуть эту медаль и выиграть эту медаль. Почему так говорю? Потому что был на четырех олимпиадах, и знаю, что, допустим, одну мы выиграли, другая была бронза, и в двух остальных мы не выигрывали медали. Поэтому даже когда выиграв бронзовую медаль, я был ей также очень рад, как и золотой. Бронзовую мы выиграли уже после золотой, поэтому она далась очень-очень-очень тяжело, потому что была смена поколений. И та команда, которая была золотой, фактически от нее осталось там несколько человек, а пришли молодые ребята, молодые игроки, может быть, еще неопытные, даже попав в сборную России. И поэтому она очень дорого нам далась, и можно сказать, даже сложнее, чем золотая медаль. Поэтому все медали, они даются тяжело, даже в разговоре с детьми, да, некоторые там на награждениях. Третье место, второе, дети расстроены. Я им всегда проговорю, ребята, вы в тройке лучших, да, у вас есть медали, а ребята, которые не выиграли, занялись четвертое место, пятое, у них нет медалей. Я всегда говорю, что спорт – это хорошо, занимаюсь спортом для здоровья, для себя, профессиональный спорт – это уже совсем другое, это уже более сложная эта работа. Ну и спорт, прежде всего, конечно же, помогает быть здоровыми, крепкими, да, и в любой, занимаясь спортом, в любой работе вы будете более концентрированы. Конечно, самое главное – ставить цели, не просто плыть по течению, ставить цели, что вы хотите. Поэтому ставьте цели, идите к ним, и у вас все будет хорошо, и всегда будет результат, так же, как и в спорте, так и в жизни. Денис Иванович, можно пару вопросов? Обязательно. Почему именно гандбол? Почему вы начали увлекаться именно этим видом спорта? Это не… знаете, это вот как-то немножко нельзя словами объяснить. То есть я сам вырос в районе Кунцево, поэтому там в мое время, когда я был маленьким, было очень много секций, да, там грибной канал, было трек, там футбол, легкая атлетика. То есть я прошел фактически все секции. Как я попал в гандбол, это вот просто… ну вот учитель физкультуры у нас, да, он был знаком с тренером, его друг был хороший тренер по гандболу. Но так как я хорошо прыгал, бегал, мне учитель физической культуры сказал там, Денис, ходи на тренировку, там-то, там-то, там-то. Я пошел, и не поверите, после этого, вот то, что я ходил по другим секциям, вот это вот, как говорится, сердце легло, да, мне понравилось. Нельзя ходить в секцию просто как будто то, что тебе сказали, что проводить время. Ну а зачем? То есть и тренеру будет тяжело, и вам так же. Поэтому, когда пришел я на тренировку, мне реально понравилось. Почему? Потому что ты бегаешь, не просто бегаешь, да, а ты бегаешь с мячом, просто забиваешь голы, это очень интересно, плюс борьба, он вид контактный. И все, я стал заниматься долго, упорно и достиг определенных целей, медалей. Очень рад этому, потому что, как и в любой работе, да, если ты занимаешься, ставишь цели и приходишь к ним, то у тебя большая радость, что действительно ты не зря занимался этим, и поставленные цели ты выполнил. Спасибо большое, Денис Иванович. И вот еще один такой вопрос есть. Какие черты характера есть у олимпийских чемпионов, точнее, должны быть у олимпийских чемпионов? Ну, черты характера, они должны быть не только у олимпийских чемпионов мира Европы, плюс даже у чемпионов России. Это, ну, как сказать, можно сказать, спортивный характер, можно сказать, спортивная злость должна быть, да, злость хорошая на площадке, да. То есть, когда ты выходишь делать какое-то дело, особенно в спорте, то просто так пробегать, ну, результата не добьешься. От каждого зависит, как он выступит. Поэтому, если там трое будет бежать хорошо, да, а третий подведет или четвертый, поэтому результата не будет. Поэтому все здесь зависит от каждого. Поэтому должен быть характер победителя, да. То есть, ну, нельзя быть, как мы говорим, мягким, да, особенно в профессиональном спорте, без характера, да, без характера победителя, самое главное. То есть, вы должны всегда, ну, опять же, не опускать руки, да, когда что-то не получается. Можно проигрывать, можно выигрывать, а из этого складывается вся жизнь. Поэтому, прежде всего, никогда не нужно опускать руки, даже если вы проигрываете, нужно всегда анализировать. Профессиональный спортсмен, он всегда анализирует, да, почему так получилось, и что можно сделать лучше, чтобы потом этого не получилось, да. Потом может получиться другое что-то, и опять вот по жизни вы всегда вот это обдумываете, почему так получилось. Анализ своих действий, анализ не только самому, но и там с тренерским штабом, все это доводит. Вот это очень большая работа и трудно, поэтому бывает даже, знаете, вот когда выиграешь медаль, да, вот прям вот, прям вот в какие-то первые минуты, в первые минуты нет такой радости. То есть, ты не понимаешь, да, как бы, потому что было очень тяжело, и вот это все, как бы, все, все закончилось, и ты сначала перевариваешь, что это все закончилось и выиграл, и потом через какое-то мгновение приходит радость. Вот просто посмотрите даже за спортсменами, да, ну, бывает, кто-то быстрее переваривает все, что он выиграл, да, но вот в основном, да, да, люди даже падают на финише, падают, и там у некоторых слезы накатываются, да, от выигрыша. Поэтому всем пожелаю, конечно же, самое первое, заниматься спортом, это самое главное, чтобы росли здоровыми, крепкими. Потом, кто уже попадет уже более профессионально, конечно, тоже больших удачей, ставьте цели, идите к ним, самое главное, никогда не опускайте руки, всегда все получится. Даже если что-то не получилось, то потом это получится, если вы будете стараться. Поэтому всего хорошего всем, удачи, больших побед, особенно нашим олимпийцам, да, это самое главное. Спасибо, Денис Иванович, за ваш интересный рассказ. Далее предоставляем слово мастеру спорта России по лыжным гонкам, многократному чемпиону Москвы по лыжным гонкам, Александру Юрьевичу Климову. Здравствуйте, ребята, здравствуйте, участники нашей встречи. Ну, хотел бы немножко рассказать, как вообще я заразился спортом, в частности, таким, как лыжные гонки. Все началось с трех лет, когда отец поставил меня на лыжи, будучи сам кандидатом мастера спорта, папу поставил по выходным, он водил меня маленького на лыжи. Вот, потом мне нравилось как-то просто кататься, но как-то мама, моя работающая в школе, пригласила поучаствовать в кроссе, который проводила школа. И туда пришел помощник тренера, который подбирал ребят. Я проучаствовал в этом кроссе, поскольку я был очень подвижный, то я выиграл этот кросс школьников, и меня пригласили таким образом на лыжную секцию. Честно скажу, признаюсь, что пришел я заниматься, так чисто думал, ну, для себя, как бы, просто как занятие время. Но постепенно, постепенно ты втягиваешься, особенно если у тебя это получается. Нагрузки постепенно грамотный тренер увеличивает, и, в принципе, когда это происходит, процесс постепенный, то это как бы не очень заметно, что нагрузки потихонечку-потихонечку растут, потому что результаты потихонечку добавляются. И, в общем, дошло до того, что уже занятия проходили шесть раз в неделю. Шесть раз в неделю – это когда находишься дома, а без учета сборов. На сборах это по две тренировки плюс зарядка. Хотелось бы еще рассказать вообще о лыжном спорте вкратце, про историю лыжных гонок на Олимпиадах. Значит, лыжные гонки – это один из классических видов спорта, который был представлен в программе всех зимних Олимпиад. По количеству разыгрываемых наград он только выступает сейчас фристайлу и калькобежному спорту. Всего сейчас на Олимпиаде разыгрывается 12 комплектов медалей. Шесть комплектов у мужчин, шесть комплектов у женщин. На предстоящей Олимпиаде в Пекине у нашей сборной во главе с Александром Большуновым, Сергеем Устюговым, Юлией Ступак, Натальей Непряевой есть очень высокие шансы быть в призах как минимум в половине дисциплины. Самыми титулованными олимпийскими чемпионами в данном виде спорта и у мужчин, и у женщин являются, к сожалению, норвежцы. Но действительно, результаты у них ошеломляющие. У мужчин это Бьерн Дели, который за свою карьеру завоевал 8 золотых олимпийских медалей. И также у норвежцев, у женщин это Марит Бьеркен, которая также завоевала 8 золотых олимпийских медалей. На сегодняшний день в нашей сборной, лидером нашей сборной на Олимпиаде в Пекине, безусловно, является Александр Большунов, который на прошлой Олимпиаде завоевал 4 медали. И за вот эти 4 года после прошлой Олимпиады он дважды завоевывал Кубок Мира. И дважды становился очень престижный сейчас в лыжных гонках многодневки тур дески. Поэтому очень велики шансы на борьбу и на победу во многих эксклинах Александра Большунова. Ну, в принципе, вот вкратце по истории материнских игр. Спасибо вам, уважаемые гости. Мы узнали много интересного. С поправкой на коронавирус с 4 по 20 февраля 2022 года пройдет зимняя Олимпиада в Пекине. Официальным талисманом турнира стала панда «Бинь-дунь-дунь». Она одета в ледяной костюм, напоминающий космический скафандр. Вокруг мордочки панды нарисованы разноцветные кольца, обозначающие новые арены в Пекине, построенные с помощью современных технологий. А сердечко на левой лапе символизирует гостеприимство и любовь к китайцам к олимпийцам. Еще один талисман Олимпиады – красный фонарик – Сюэ Жунжун. Участники уже прибыли в Китай. Страна, которая первой столкнулась с ковид, делает все, чтобы пандемия не сорвала соревнования. Пекин станет первым в мире городом, который принимал и летние, и зимние игры. 2892 атлета приедут в Поднебесную. И самое важное сейчас, как говорят в Китае, это объяснить всем мировым политикам, что Олимпиада должна объединить всех без исключения. И это не время для плетения интриг, запретов и санкций. Открытие состоится 4 февраля, но без зрителей, во избежание распространения инфекции. Все процедуры, в первую очередь, конечно, антиковидные, в Китае давно расписаны и проверены. Необходимо соблюдать строгий порядок действий. Выйдя из самолета, олимпийцы проходят эпидем-контроль. На втором этаже аэропорта, затем на экскалаторах спускаются на первый этаж, где им оформляют пересечение границы. Затем специальные автобусы везут их к месту проживания, в так называемый пузырь. Выйти из него они не смогут. Да, вот это размах. Пузырь для спортсменов, тренеров и журналистов, прибывающих из-за рубежа. Охватывает вся арена. Игр, три олимпийские деревни, три кластера и площадки для вручения медалей. Внутри него можно перемещаться на автобусах-шаттлах. Выйти за пределы нельзя. Остальным попасть внутрь невозможно. Суровая ковидная реальность. Персонал олимпийских деревень – более 4 тысяч человек. Они работают круглосуточно. Им помогают 39 тысяч волонтеров. Спортсмены и члены делегации размещены в трех отелях и смогут курсировать между ними. Но только по графику, которая исключает их контакт с внешним миром. Про три отеля не оговорка. Номера в олимпийской деревне, точнее всех трех, на уровне хорошей европейской гостиницы. Кровати, скажем, регулируются по длине. Организаторы игры явно старались компенсировать дискомфорт от ковидных ограничений бытовым комфортом. Между тремя кластерами олимпиады пустили удобные скоростные поезда. Половина вагонов для обитателей пузыря, другая для тех, кто пришел из города. Между ними карантинная зона. Две группы граждан проходят на посадку по двум независимым друг от друга коридорам, чтобы исключить заражение. Или вот еще фишка – специальное мобильное приложение для тех, кто в пузыре. В приложении все от полной информации о соревнованиях до расписания движения автобусов. Туда же можно ввести и свои данные, чтобы упростить процедуру прохождения антиковидного контроля. В Пекине снега зимой нет, но радуюсь, что искусственного снега для соревнований припасено уже достаточно. Толщина искусственного снежного покрова – 2 метра. Искусственный снег, искусственный интеллект, искусственные препятствия для натурального вируса. Кажется, Китай предусмотрел все. Осталось посмотреть, как это сработает. Олимпиада в Пекине будет полностью обеспечена зеленой энергией. И еще за барной стойкой представят робота, а все остальные объекты накроют сеть 5G. Китай обещает, что зимние Олимпийские игры будут интеллектуальными, технологичными и экологичными. Китай утверждает, что предстоящие Олимпийские игры будут самыми экологичными за всю историю. Зеленее быть не может. Пекин взял на себя обязательства игр с нулевым выбросом углерода. Для этого они полностью обеспечили все объекты, которые будут использоваться во время игр, энергией из возобновляемых источников – солнечной и энергией ветра. Это далеко не все, на что пошел Пекин. На всех ледовых катках Олимпиады используется экологически чистый хладоген. На трех самых главных, например, национальном кокобежном овале, применяется новейшая технология производства льда из диоксида углерода вместо вредного фреона. Данная технология впервые будет применяться на зимних играх и позволит значительно сократить выбросы углерода в атмосферу. Настолько же, сколько копят 3900 автомобилей за год. Практически весь автотранспорт, который используется во время Олимпиады, работает на экологически чистом топливе. Речь идет как о электромобилях – 370 единиц, так и об авто, работающих на водородном топливе – 816, гибридах – 1807 и природном газе – 478. Их количество, как утверждает Оргкомитет, составит около 85% от общего числа Олимпийского автопарка. И это рекорд для Олимпиад. Да что там топливо! Вся посуда в Олимпийской деревне будет биоразлагаемой – из соломы и картофеля. Даже ремешки для пропусков будут в торсырья. Стремление к наибольшей экологичности чувствуется во всем. Даже цветы, которые планируется дарить призерам и чемпионам Олимпиады, будут оригинальными. Дарить живые цветы, как вы понимаете, не экологично, а искусственно и некрасиво. И тоже возникают вопросы с экологией. Букеты для олимпийцев связаны вручную из Кашемира. Представители малых народностей ткут в честь Олимпиады огромные ковры с применением традиционной техники вышивки. А дети под руководством опытных наставников вырезают из бумаги фигурки спортсменов. Кстати, во время строительства и подготовки спортивных объектов к соревнованиям об экологии тоже не забыли. Во время строительства зимнего Олимпийского парка, раскинувшийся на 50 гектаров в Янцине, специалисты по лесовосстановлению изучили все окрестности на площади в 2000 гектаров в соответствии с планом строительства. Отметили все деревья, которые необходимо пересадить. Для каждого дерева был создан отдельный QR-код. Все коды внесли в резюме деревьев для отслеживания их 100% пересадки. Куда ни глянь, везде роботы. Во время Олимпиады китайцы планируют активно задействовать роботов. С одной стороны, это решает вопрос с безопасностью. Пандемию никто не отменял. С другой, позволяет избежать человеческого фактора. В целом, речь идет о девяти сценариях применения роботизированных услуг. От патрулирования, участия в церемониях награждения до обслуживания номеров и услуг переводчика. Наиболее активно роботы будут задействованы в противопандемических целях. Так, по Олимпийским объектам будут двигаться роботы для измерения температуры. Они смогут приближаться к людям и измерять их температуру. В случае, если температура не соответствует норме, робот сообщит об этом человеку и одновременно пошлет сигнал сотрудникам по профилактике и контролю эпидемий. Помогать с доставкой спортивных отчетов во время соревнований будут логические роботы. Благодаря технологиям визуального зондирования они умеют гибко избегать любых препятствий. Но самые крутые роботы будут работать в смарт-ресторане главного медиа-центра. Они будут готовить блюда, делать гамбургеры, кофе и мороженое. Доставляться за столики еда будет также роботизированной системой. Кстати, китайский робот Бористо работает прекрасно. В общем, все, о чем вы читали в фантастических романах. В отдельных случаях роботы будут задействованы и во время церемонии награждения. Этот формат был уже испробован во время тестовых соревнований в Пекине в апреле прошлого года. Конечно же, Китай задействован для проведения Олимпиады. Самые новые технологии. Про 5G и всех объектах зимних игр мы просто упомянем. А вот то, что местный метеоцентр обещает расширенный 3D-метеомониторинг с прогнозированием погоды в любой локации диаметром 100 метров в местах проведения соревнований с точностью до 10 минут заслуживает уважения. Решена и проблема расстояний. Дело в том, что часть соревнований пройдет в отдельном кластере в 200 километрах от Пекина. Ранее добраться до одного города в другой можно было за 3 часа. И это совсем неприемлемо для Олимпиады. Поэтому была построена главная олимпийская магистраль – скоростная железная дорога. Поезда инновационные, конечно же. На ней развивают скорость до 350 километров в час. И эта дорога между двумя олимпийскими кластерами занимает всего 47 минут. Управление олимпийскими деревнями будет строиться на платформах, основанных на Big Data. Они будут объединять всю информацию о безопасности, окружающей среде, энергоупотреблении для оперативного реагирования на любые возможные чрезвычайные ситуации. Проведение Олимпиады – это не только спорт, но и презентация возможностей страны и ее технологий. Похоже, Китай с этим справляется более чем успешно. Мы заканчиваем нашу встречу словами известной песни. Мы верим твердо в героев спорта. Нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Россия вперед! Мы верим твердо в героев спорта. Нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы верим твердо в героев спорта. Мы верим твердо в героев спорта. Продолжение следует...